Здорово же вы и дед инсайды! Помните этот старенький видос по первому форесту? Вот я решил его повторить со всеми вашими челленджами, которые я собрал в сообществе канала и на твиче. Смысл простой. Один день, один челлендж. Создаю мир и погнали. День первый. Я потрубил стрим на твиче и мы родились в этот мир. Наш первый челлендж это... Тупой еще тупее. Победить аборигена с мотором от лодки в первый день большим камнем. После золота вещей мы очень долго шли по карте в надежде найти того самого. Мы решили, что главное найти большого аборигена, но не обязательно с мотором, поскольку суть и урон один и тот же. Выпусти мутант, а после строя массового... Подожди, подожди, что это? Опа, это он, это он, это он, это он, это он! Я не успел встать. А он... Нам мешали обычные аборигешки, так что мы от них избавились. На! Да я-то зачем? Я тоже. А в смысле тебя? Но он развернулся и типа даблкил, да? Но мы нашли еще одного такого же. И откинулись. Битва была долгой и сложной. Давай со спины, со спины. Аккуратно. Да почему? Но мы все же справились. Подожди, я тебя нападу. Тихо-тихо-тихо, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это будет, это будет намного лучше. Подожди. Опа! Гляди. Он ее поднял. Да. Уи! Спасибо. Спасибо. Почему я тебя... Я убил! Я убил! Убил? Реально? Нет, не убил! Я не убил! Давай, давай, запиливай! Куярь! Давай! Куярь его плотно, плотно, под сраку. Накидуй прям жестко. Давай! Давай, запинываем его! Туда его! Туда его! Че, 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 че! Убили? Убили! 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 Все, бежим! Радости было просто немерено. Особенно, когда мы нашли современный топор. Я все равно хочу найти типа с мотором. Карлзова? Я привидение с мотором. Поспали и начался второй день. Заберись на горе в зимней локации и построи на той части горы костер. Очко. Начали взбираться на гору попутно, смотрев на солнце сквозь текстура. Ну и развели костер. Челлендж был простой, после него мы отправились за пистолетом на шлюпку. А дальше в бункер, чтобы сделать себе фляги для воды. Пока бегали по миру, наступила ночь и мы легли спать. День третий. Вот питайся едой из леса, не открывай инвентарь. И тут мне пришла одна идея. Кстати, мы же можем убить оленя и его захавать мясо сырое. Ля, лось! Можем сейчас нажраться. Ты не убьешь его даже с пистолета, его очень долго убивать. В него надо хуево тучу урона. На бинт стоит у тебя граната? О, я не забинтил, я забыл. Тройка, пистолет, четверка. Таблетки нет! Че? Я таблетки завязал на четверку. Пятерка у меня. Энергоз, найс, попил. Шестерка. Тент. Семерка. Граната, наконец-то. Где лоси? Они уже все убежали по коляшке. Лось, иди сюда. Лось. Кидай, кидай прям его. Потому что он убежит. Кидай, кидай, кидай. Жестко. Найс. Давай, погнали. Сейчас тут столько мяса будет. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Здесь все в голове. После такой трапезы, чтобы не терять время, мы отправились в пещеру за аквалангом и в пещеру с трассометом. Вышли из пещер и спать. День четвертый. Не пользоваться аптечками целый день. Скипать день нельзя. Покушав и попив, мы нашли место для нашей базы возле большого озера между двух рек. Это реально удобно. После чего мы приступили к, на момент записи, работающему дюпу бревен, которые помогли нам построить большой дом на дереве. Ты видел, что внутри? Зайди внутрь. Что это такое, блях? Что это такое? Да, 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 да. Поэтому мы решили сделать еще один домик на дереве, только уже открытый. Но тут прибежали аборигенчики, и поэтому соблазн использовать хилку был невероятным. Я хотел вырубить дырочку, чтобы у нас был мостик и возможность проходить из нового домика в старый. Почему выпало это бревно, а не то, которое я рубил? Что за говно? Ой, что это? После перестройки получилась такая красота. Поставили кровать и поспали. День пятый. Выживет день без всего, кроме палок, шоколада, газировки. Можно делать костры, факела и копию. Короче, можем пока декор поделать. Как тебе идея? Пораставлять всякие чертежи? Келвин упусканок делает. Неплохая идея. В общем, таков и был наш план. Потому что ничего срубить мы не можем, то расставляли декорации и пытались находить какие-то неиспользованные бревна. А вообще надеялись на то, что Келвин их построит. Изредка прибегали местные жители, которые вскоре становились нашей едой. Потом мы сидели на лавочке, наслаждаясь прекрасными видами. Это один из самых ненавистных челленджей, что у нас были. Мы просто ничего не могли построить из-за отсутствия возможности использовать топор. Он сможет, он идет, он идет сюда, давай, 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 давай. Еееееееей. Следующий день. Играть целый игровой день в режиме большая голова. Игра режим большой головы. Включить, применить. Так, я... Ух, ни хрена себе, бляха. Сейчас, я сначала сохранюсь. Ха-ха-ха-ха-ха, что это то говно, бляха? Этот день, можно сказать, был разгрузочным, поскольку нам, по сути, можно было делать всё. Соответственно, мы решили срубить одно дерево, которое мешало построить платформу на соседнем. И я не представляю, насколько долго бы мы все это строили, если бы тогда пофиксили дюббрюмен. Поскольку мы думали наперед и знали, что зимой будем строить платформу на озере, мы решили сделать еще промежуточную платформу для перехода туда и на систему платформ на деревьях, которую мы тоже задумали. День был продуктивным, так много постройок мы еще за день не строили. День седьмой. Заставить аборигенов сломать свою же деревню. Закончили постройку системы на деревьях. Мостик. Поставили две стойки для брони, на которые, как оказалось, нельзя было ничего положить на то время. Решили отправиться искать деревню, но нашли пещеру с лопатой, так что решили ее забрать. Взрываем челикса с превьюшки и по времени успеваем найти деревню, за которой изначально вышли. Абориген успешно ломает все три домика. День восемь. Убить минимум четыре аборигена ловушками. Что в реальной жизни, что в этом самом, что в Форесте. Хочешь спать, бахни на рвозах. Меня, блять, банкой попал. Насколько же много мы времени потратили из-за того, что на момент записи в игре не было моноколеса. Это просто страшно представить. Но нам ведь все еще надо было убить четыре аборигена ловушками, так что у нас появился классный план. И наслаждаемся видом. Из-за того, что мы поломали здесь деревья некоторые, я надеюсь, что аборигенщики это услышат и прибегут. В итоге нам пришлось их искать, что мы и сделали с помощью дельтаплана. Сделали пару ловушек. У меня всю броню этот мудила снял. Давай. О, она шутает, лол. Буляха, меня убили, Кирилл, меня убили. Это в человек факел. Посмотрите. Нам еще одного надо. Смотри, какой он есть. Там один еще есть, может, и его этот самый. Это наш крайний сайт. Мне добежало. Следующий день. Это у нас день девятый. Челлендж прожить один игровой день в горах. Нельзя есть сухпайки и батончики. То есть, все можно есть, кроме сухпайков и батончиков. Раз уж у нас такой челлендж, что надо отправляться в горы. Поскольку в горах делать почти нечего, то мы пошли забирать открывашку для консерв. И поспали возле дельтапланов. Перфекционист использует предметы с ограниченным количеством, типа 10, 20, 30, 40. Прилетели домой, и поскольку мы почти ничего использовать не могли, то поставили зипку. Поскольку мы не можем юзать предметы, не подходящие под челлендж по количеству, то мы поняли, что можно просто не брать их в инвентарь, а сразу есть из мира. Копай, копай. Опа, гробик. День одиннадцатый. Старые времена, используют только те вещи, которые были в первой части. Как оказывается, началась зима. Посмотри на эту красоту. Посмотри просто на эту красоту. И именно поэтому мы начали строить платформу на озере, потому что весной лед исчезнет и останется платформа, на которой мы сможем жить и прятаться от аборигенов. Весь день угробил на постройку. Двенадцатый день. Пользуйся только Келвином в течение всего дня, то есть весь лут и все действия выполняет он. Тебе нельзя ничего делать, только наблюдай за ним. Разрешено делать действия, которые не может делать Келвин. Это интересный челлендж, если бы у нас бляха не было в планах. Дом построить зимой. Да. Мы это не сможем сделать, потому что Келлоу надо даже не найти сейчас. Вот что он там делает. С Вирджинией. I am the one who fuck с Вирджинией. Челлендж может быть и простой, но я решил сделать так. Но я проваливаю этот челлендж. Он легкий, конечно, но я проваливаю его, потому что это максимально нам невыгодно, это нам тупо все застрет. И именно поэтому у нас этот день был свободным, поэтому мы решили провести его максимально продуктивно. Кстати, на этом моменте записи вышло второе обновление игры и были исправлены все баги с дюпом бревен. Так что нам пришлось рубить кучу деревьев, чтобы сделать эту платформу. И из-за этого весь день ушел на постройку только фундамента, даже не успев сделать пол. День тринадцатый. Гурман, попробовать мясо каждого животного. Лось, олень, кролик, белка, лосось, морская черепаха, пресноводная черепаха, любая птица. Сразу же минус лосось. И мы пошли за черепахами. А черепахи будут вообще зимой нахрен? А, я хз. Ну что-то мне подсказывает, что они зимой могут не выходить сюда. Минус птица. Челлендж-то относительно легкий. Жаль, невыполнимый. Ну, бля, их тут не будет, бляха. А может, если мы занырнем под воду, может, они там будут? Сколько мы не пытались даже нырять, ничего не помогало. Черепахи зимой просто не появляются. Нашли электродубинку, крестик и прибежали домой спать. Четырнадцатый день. Используя только пистолет и гранаты. Из планов у нас по-прежнему осталась постройка платформы на воде. Этим мы и занимались. Изредка приходили аборигены, которые так же быстро и уходили. Пуль нету. Нееет! Мы почти закончили делать пол, как начался следующий день. Челлендж использовать только лук или арбалет. Убивать только в голову. Убивать пару раз в тело попасть можно. Даже тут челы долго не жили. Ура! Мы доделали этот пол и теперь можем строить безопасный дом. Шестнадцатый день. Прохождение только с бревнами. Они наносят урон и ломают некоторые предметы, а также их можно подстанчить в пещеру с помощью тросомета. Мы узнали, что у нас по домам находится кладбище с лодками. Но от этого даже прикольнее. Пришло два аборигена и по челленджу нам надо было сражаться бревнами. Что мы и сделали. Еще тут этот мелкий чмырь подошел бляхать в броне, которому вообще плевать. Ну ему реально плевать. Он просто как терминатор. Ты кидаешь бревно, ему похрен. На. Бля, хромает. Шо ты хромаешь? Почему? Каким-то образом ему... На, по башке. На. Как ты на ему урону, блядь, наносишься? Не знаю. Ты ему башку снял? После принялись за здоровяка. Да, ему просто поебальнику надо целиться. Да, да, да. Он просто проезисчитывался. На. На. Мы его довольно-таки быстро убьем. Убил. Убил я вас. Убил я сейчас. Сделали сани и решили открыть двери в центр. Но внутрь мы не пошли, ибо бревнами там не отделаться. Поэтому решили пойти за черепахой, чтобы доделать собиралку воды. Приехал домой и поспал. День 17. День без урона. День пацифиста. Прожить день, не убив ни одного аборигена или живность. Это все на один день, потому что, по сути, это одно и то же. Закончил сборник воды и сделал грядку, в которую посадил Алоэ. После чего нашел красивый домик в интернете и принялся за его построить. Ну и... Следующий день. Челлендж. Найти демона и поджечь его крестом. Чуть ли не полдня, провозившись с домиком, мы решили, что пора идти и искать этого демона. Пошли туда, где раньше открывали дверь. У-у-у-у. У-у-у-у-у. Умирай. У-у-у-у. Иди нахуй. Оказывается, это был не демон. И забрав электропилу, нам пришлось тащиться через всю карту, чтобы найти его в предфинальном бункере. Но я все продумал и заранее сделал зиплайн на гору. Туториал, кстати, можно посмотреть справа сверху. Ну тебе охуенно, у тебя сани, согласен. Еее-ей. У-у-у. Мяу, мяу. Нашли катану и... Взять. Горы. Ля-ля. Какой. Нажми на крест, нажми на крест. У-у-у. Ну почему, он не зажимается, то есть я... У-у-у. 18 как раз под вечер успели следующий день использую только самодельные инструменты под брезентом спать все ночью бегать без фонаря и карты было не очень прикольно особенно когда нам надо было найти финальный бункер а потом мы вспомнили что в недавно вышедшем обновлении разработчики перенесли золотую броню и теперь нам надо было ее где-то искать но нашли револьвер 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 курва у это что-то новенькое но культисты что-то не поделили вернулись домой и начался 20 день у всех врагов убивает вирджиния самого такой запрещен целый день целый день я потратил на постройку дома так что виржинии даже не пришлось никого убивать хотел бы я сказать как только я решил лечь спать то случилось это овергога ну убей ты его давай 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 берегуга уже буквально перед тобой стоит что-то трясешься вот собака тут два фингерса в итоге походи вокруг да около я заметил что начался двадцать первый день собрать фул жуткой брони челлендж изи фул броня есть есть челендж выполнен так что можно заниматься домом изредка уничтожая абориген но преимущественно строя дом день 22 челлендж и ринге убить ножом или катаны колоссального титана красный каннибал история повторяет прошлый день вот только к нам пожаловали нужные гости хочу вернуть частоту оперативки как раз для челленджа ты нам нужен голову отрубил нахрен все не восстановится ну а так во время дождя строить реально умиротворяюще потом мы узнали где искать золотую броню и направились за ней пока были в пещере начался 23 день питайся только мясом из оружия использую лук и копье за весь день нужно убить не менее десяти аборигенов поели мясо и побежали дальше ай погоди 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 мы из оружия можем использовать только лук блять ну я их не трогаю я их не трогаю это не оружие это крестик для 1 зару такой на подарил по башке давай стрелы сейчас таков верни верни да мы уже заболели сколько я 2 стрелы выйдя из пещеры мы решили начать поиск аборигенов для челленджа он же он же блять что я ему стрелой отрубил а вот вот чел вот чел 3 блять 4 нас 5 можно пожрать это у нас 6 до должно быть умирай а убил а еще один еще один минус минус еще один нам остался один абориген есть во для все правильно правильно туда и до хорош выполнили челлендж можно и спать день 24 убить каждый вид наземных аборигенов то есть этих об обгорелых человекоподобных гигантов и красных титанов отлично первый вид есть ни хрена себе с одного удара после этого мы вспомнили что на берегу противоположной стороны карты есть много племян где можно будет найти большинство видов аборигенов я убожку отстрелил так шуешь маска осталось больше ребята развлекаются давайте я тоже поразвлекаюсь они ну иди сюда добавил себе лазерную каску на пистолет и поскольку это челлендж по большей части зависит от удачи появится ли красный гигант или нет то время прошло и нам просто не повезло так что мы отправились спать 25 день челлендж гуру питаться цветами и ягодами целебные грибы запрещены так ну мне есть чем заняться дом еще не достроен и этим еще надо заняться вот так этим я и занялся бензопилой поприятнее было работать чем топорами так что весь день опять на стройку зато кстати на этот день красная чувырла появилась ну шо доволен в конце концов мне пришлось поесть и это заняло кучу времени я сел почти два стака нахрен и не нажрался ни хрена челленджи у вас во я решил не идти домой а поспать на том же месте где рубил деревья день 26 челлендж кибову захавать всю еду что есть в инвентаре на сушилке и поблизости а поблизости это насколько далеко работают потому что потому что я например заставился здесь что просто выйти нахрен хорошо ладно что мне в инвентаре есть огнилое мясо ладно свидаю консервы бля хорошо ладно все консервы уходят просто в никуда найс заполнен хорошо захалываем но кстати после предыдущего челленджа это очень даже хороший челлендж потому что я хоть наестся смог а у меня еще есть ноги всякие ммм да лишь с как же вкусно нахрен а я и ним я и могу съесть она гнилая как тварь шо мне еще съедобно вешенка съесть бляха я все грибы часу и сожру вкусы что это ши таки съесть я все еду должен сожрали бляха жимолость она убивала спасибо жимолость спасибо на хрена на у меня вообще в инвентаре лежала за маниха кого она заманивает если на хрен так щас кельну бля с этими вашими челленджер 9 мухоморов все я сожрал по идее все шо можно сожрать но голову нельзя съесть поэтому больше ничего интересного лег спать день 27 27 день найди мутанты и на траве на аборигенов а также 27 день 2 это пережить атаку минимум 40 разных ударов по персонажу от агрессивных мобов получить урон от мобов не умерев абсолютно любой метод пополнения здоровья разрешен помощь от друзей запрещено у нас и на сегодня два челленджа попил поел отправился в горы тут шо холод только стамину не дает восстанавливать охренеть молнии жесткие его хрень лэс гоу ух еба них я улетел так я хочу получить вот от тебя до 1 удар 2 давай ай-яй-яй-яй-яй твою мать я только съел хилку тваря боссона давай уменьшим их количество да давай убежали в лес ой блять того бьешь о он походил сейчас никого нету да давай я закончу запись вот вот этот чел пока я пересмотрел видео мне нанес 10 11 удар тут я решил немного пополнить запас хилок и мы решили идти в пещеру с демонами поскольку у нас была золотая броня который поглощает 70 процентов их урона но перед этим зашли в деревню да да она вообще не защищает ну 14 15 16 17 17 17 18 19 да то вы играете погоди он не смотрит может у меня за своего принято вот-вот-вот бляха вот мутант обоссаный травить есть на кого есть на кого давай на кого вот учил а получил один а у меня батареек нет да почему ну все тут урон получили можно идти к демон ай раз а ну-ка так пройдет да не проходит но урон то я получил быстрее не двигайся стой быстрее тебя здесь минут 13 16 17 18 19 20 21 22 все 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 я сделал 22 это плюс это я даже уже больше сделал случайно ну теперь мы идем просто дальше чтобы пройти сюжет она бесполезно типа от нее урон можно получить на типа а все лишь окончен все успокоились начался 28 день убить самого себя своими же бревнами именно поэтому нам надо было пройти эту пещеру как можно быстрее забываем в лаву все у меня вот один труп после этого мы собрали броню и пошли разбираться с боссом ооо я вижу и по тюну грубную а я шучу мне кажется его добить надо нормально сейчас он станет для манической ради интереса хочется крестиком его груз почему я крестик работает 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 да сколько можно ложись я надеюсь но потому что но это кричит 5 опять дала да но и я впервые прошел сюжет именно в этом видео ой 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 это с этим челом шестал из-за то что мы внутри были ёкарный бывает все ребята пока мы еще челин за не доделали подать погнали вот тут полутаемся кстати меня бляха кирилл че до расставание было печально но бревно самой себя налицо не кинет и мы очень долго искали зиплайн домой поскольку была ночь и было очень мало что видно нашли приехали поспали день 29 стоп 29 день челлендж прожить целый день в пещере поскольку у нас такой челлендж то надо идти в центр и там сидеть от нихрин делать облазили каждый метр и после этого просто ничего не делали день 30 день 30 попасть копьем в птицу и 2 чисто для прикола нельзя атаковать никаких демонов кроме тех которые бегают на четвереньках тех которых можно атаковать только луком выбрались наружу и пошли к берегу залутались и решили поплыть к шлюпке поскольку там обычно очень много чая попал ну и тут нам просто стало скучно так что мы решили заняться неведомой хренью до конца дня а я могу попасть в чайку гранату попробуй опа акула 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 лови уярю для тучаек собралось и 1 дохлая стоят охотники на 14 я в ту я в ту попал не один раз и храна пол два раз а стоп вот она туда и на на завернулась завернулась для все охотники на акул для пиздец да реально а вот полу можно молотовым попасть хочу в акулу молотовым захудеть либо тир чисто здесь полете жестко туда ее блять давай спущусь под воду и ты кинешь какую-то гранату великолепный план волтер но он дает какой-то да да кейки ничего еще в воде он дает огонь типа но потом сразу же а тут мы поменялись местами они знаешь как бы не не тот самый не флайеры такие они как болеть с этот как его как просто лампочка маленький а тут мы решили проверить уже что-то абсолютно немыслимо 31 день мы закончили этот видос ура ура на стримах мы достроили фигню которые задумали на плоту а тут пока что видео заканчивается вот столько у нас вышло выполнить челленджей если вы не видели прошлое видео то очень рекомендую к просмотру а на твиче можно со мной пообщаться в реальном времени так что заходи и туда подпишитесь пожалуйста это поможет моему каналу пока